Это Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина. Здравствуйте. На Сахалине уже вторые сутки продолжается штурм рыбопромыслового предприятия. 120 человек, из них 80 из Хакасии, требуют вернуть им заработанные за три месяца деньги. Минувшую ночь многие из них провели на улице. Из общежития людей выгнали. В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека в Хакасии. Подробности истории у Елены Крыловой. Ручку с двери кадрового агентства, которое, собственно, и отправило людей зарабатывать большие деньги на Сахалин, сегодня уже сняли. Три месяца назад здесь люди заплатили по 4,5 тысячи рублей за возможность найти работу. Сегодня они вторые сутки штурмуют рыбопромысловое предприятие в городе Аха. Бухгалтерии им предложили получить расчет 30, 40, а некоторым и 20 тысяч рублей. Нас как бы ждет семья. И как с этими деньгами приехать? В кадровом агентстве им нарисовали воздушные замки. Наговорили, что они получат астрономические суммы. 200, 300 тысяч. Это когда они мне сказали, это нереально. Это, может быть, единицы какие-то на отдельных участках. Может быть. На каких-то отдельных участках может быть. По моим подсчетам они должны получить, ну и я объяснял им, что не более 70 тысяч, 70, 75 тысяч должно было получаться. Сегодня руководство предприятия во всем винит кадровое агентство истечения обстоятельств. Говорят, что рыбы оказалось меньше, чем ожидали. И за дни простоя с людей сняли деньги за содержание. Хотя изначально это не обговаривалось. Плюс расходы на обратную дорогу неожиданно легли на вахтовиков. Свой счет, она должна еще в Хакасию. Ей 20 тысяч платить, получается, за билет. Да, дорога. Она, да, дорога. Она, получается, домой привезу 10 тысяч. Я домой привезу 10 тысяч. И здесь еще поесть надо. Вдобавок ко всему, никаких документов на руках у людей нет, расчеток им не дают, все обещания на словах. В единственном договоре, который они видели, значилась сумма 7600 рублей. Но тогда руководство успокоилось. Сказали, что это для налоговой, а реальная сумма будет больше. Когда подписываешь, ну смотри, что ты подписываешь. А если тебе что-то обещают на словах, то надо знать, что слова к делу не пришвешь. Простите, что приходится это говорить, но очень искренне жаль людей. Поверьте, будем стараться сделать все, что возможно в наших силах. Но результаты первые можно будет получить конкретно после того, как пройдет первоначальная проверка, которая сейчас осуществляется там на предприятии. Сегодня при содействии уполномоченного по правам человека в Хакасии в компании АХА начались проверки прокуратуры и трудовой инспекции. Но ответить однозначно, что виновники будут наказаны, надзорники пока не спешат. Все дело в документах, которые, скорее всего, составлены не в пользу работников. По неизвестным причинам ахинцы неохотно идут работать на рыбоперерабатывающее предприятие. На заводе трудится приезжий персонал. Что касается кадрового агентства, предъявить к нему претензии юридически будет крайне затруднительно, ведь договор был подписан всего лишь на оказание информационных услуг. Но проверка, скорее всего, все-таки будет слишком большое число пострадавших. Оставшимся на Сахалине людям в аппарате уполномоченного советуют ехать домой, пока есть деньги на билет. На месте их интересы будет отстаивать прокуратура. Елена Крылова, Михаил Окунев, Антон Новожилов. Вести Хакасия. При содействии АХА-ТВ. В нашу редакцию звонят жители города. Они жалуются, что уже несколько дней из кранов течет горячая вода со ржавыми примесями. В Абаканской ТЭЦ о проблеме знают, но уверяют, пока причин для беспокойства нет, так как совсем недавно закончился ремонт теплосетей. После подключения вода, поступающая под давлением, смывает со стен труб отложения. В результате меняет цвет, в ней повышается содержание примесей железа. Поэтому руководство Абаканской ТЭЦ призывает абаканцев немного потерпеть, пока горячая вода самотеком не промоет трубы. У жителей Хакасии полицейскими изъято более 4,5 килограммов марихуаны. Сообщение о том, что житель села Пуланколь хранит наркотики, поступило накануне. Полицейские и кинологи незамедлительно выехали на проверку. Служебно-розыскная собака обнаружила три мешка и два полиэтиленовых пакета марихуаны, которые 26-летний мужчина хранил под настилом на веранде дома. Общий вес наркотика составил 4 килограмма 717 граммов. Растения молодой человек собрал рядом с селом для собственного потребления. По факту возбуждено уголовное дело. По заслугам и награда. Республиканским спортсменам, победителям крупных соревнований, увеличат премии. Речь идет о единовременной выплате за достижения. Сегодня на президиуме Верховного Совета рассмотрели законопроект, который введет добавку за большие победы. Ранее в Хакасии уже прописывали подобную норму, но финансовое поощрение касалось лишь призеров-олимпийцев. Между тем, сегодня спортсмены республики бьют рекорды на мировых чемпионатах, универсиадах и проолимпийских играх. Борьба, кикбоксинг, пауэрлифтинг. С принятием поправок Хакасия будет чествовать всех спортсменов-победителей престижных соревнований. За первое место чемпион получит полмиллиона рублей, за второе – 300 тысяч и за третье – 100 тысяч рублей. Подобные меры должны простимулировать развитие спорта в регионе, уверены депутаты. Мы должны в принципе создать систему стимулирования самых различных категорий, включая, в том числе, инвалидов, которые участвуют в соревнованиях, соответствующих паралимпийских или военных соревнованиях. Я думаю, что все это позволит действительно нам поднять уровень спорта, уровень мастерства, уровень спортивного достижения на более высокий уровень. Я думаю, что очень важен уже закон. Поправки в закон рассмотрят уже 9 октября на сессии Верховного Совета. Более 20 жильцов абаканской многоэтажки сегодня эвакуировали сотрудники МЧС. Пожар произошел в шахте лифта жилого дома по улице Торосова. Такова легенда учений, которые прошли сегодня в Абакане. Для ликвидации условного возгорания прибыли полсотни огнеборцев. За их действиями наблюдали наши корреспонденты. По легенде учений, сигнал о возгорании в этой многоэтажке поступил сегодня в 4 минуты 11-го. И уже в 10.06 к месту ЧЭС прибыли первые пожарные расчеты. Как выяснилось, огонь вспыхнул в шахте лифта в районе самого верхнего этажа, 10-го. В это время здесь велись ремонтные работы. По оценке специалистов, площадь возгорания оказалась относительно небольшой, около 12 квадратных метров. Но вокруг квартиры, поэтому работать огнеборцам предстояло максимально оперативно и слаженно. Были оповещены все жильцы подъезда, где было задымление, условное задымление. Им предлагалось эвакуироваться, взять необходимые вещи, документы, одеться в теплые вещи и выйти. В общей сложности было эвакуировано 23 человека. Еще трое спасены. Они находились в непосредственной близости от огня. Особенно не сладко пришлось мужчине, который во время пожара работал в лифте. Ему удалось выбраться на крышу. Оттуда сняли его пожарные по лестнице. Кстати, максимальная протяженность такой лестницы 50 метров. Вполне может достать до 16 этажа здания, но только в идеальных условиях. Проблема возникла следующего характера. То есть, возле каждых зданий, не только возле этого, большое скопление личного автотранспорта. Поэтому, так как автолестница 50-метровая, да и не только, в принципе, все пожарные машины, больше габаритные, подъехать к зданиям, в частности, и к этому зданию, и к подъездам жилым, очень сложно. В реальных условиях пришлось бы пожарным на руках эти личные автомобили оттаскивать, дабы установить пожарную автолестницу. Учения, связанные с тушением пожаров в многоэтажках, проводятся в Абакане по нескольку раз в год. Сегодня в пожарно-тактических учениях было задействовано около полсотни специалистов. В том числе, будущие пожарные, студенты училища Олимпийского резерва, а также 7 единиц спецтехники. По словам сотрудников МЧС, полученный опыт бесспорно пригодится в дальнейшей работе. Наталья Громашова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Чтобы иметь престижные номера, теперь нужны небольшие деньги, а немного удачи. В Хакасии для выдачи номерных знаков введен принцип рулетки. Если раньше автономера выдавались в порядке очередности, то теперь, благодаря случайному выбору компьютера, вполне можно стать обладателем трех семерок или любого другого красивого номера. Автовладелец при подаче документов для постановки машины на учет заносится в программу, которая как генератор случайных чисел выдаст ему номер. Подкрутить рулетку, по словам сотрудников ГИБДД, невозможно. Готова ли республика к зиме? Как встретят холода Сорск, Черногорская база? Об этом речь пойдет в рубрике интервью сразу после вестей. Сегодня гость нашей студии Сергей Новиков, министр регионального развития Республики Хакасия. А из новостей у меня к этому часу все. Я пока с вами прощаюсь. Удачи и до новых встреч!